В этом уроке мы рассмотрим пример создания документов с использованием таблиц. Откройте файл образец письмо, он есть у вас на диске. Наша задача создать точно такой же документ. Можно сразу увидеть, что в этом документе есть практически все, что мы проходили по программе Microsoft Word. Здесь есть разные виды выравнивания текста, форматирование абзацев, есть таблица, есть пример работы с режимом табуляции. Создайте новый документ в программе Word. Обратимся снова к тексту образца. Первое, что нам нужно будет сделать, это набрать текст до таблицы, не применяя к нему никакие элементы форматирования. Здесь для перевода курсора на другую строку необходимо нажать клавишу Enter. Программа автоматически устанавливает заглавную букву Г в начале строки. Чтобы это исправить, установите курсор в начало строки, нажмите Delete и напечатайте строчную букву Г. в начале строки. При печати этого фрагмента нужно было каждый раз в конце строки нажимать клавишу Enter для перевода курсора на следующую строчку. Следующий текст мы будем набирать без нажатия клавиши Enter. Нажать клавишу Enter потребуется только после слова схеме. Обратите внимание, что здесь, как обычно, применяется интервал после каждого абзаца 10 пунктов. Это стандартное оформление в программе Microsoft Office 2007. Чтобы его отменить, нам нужно выделить весь текст. Для этого я рекомендую вам воспользоваться кнопкой Выделить и выбрать здесь Выделить все. Далее, например, с помощью этой кнопки мы можем выбрать окно абзац и установить интервал после 0 пунктов. В этом случае нам будет удобнее редактировать документ. окей. Далее нужно вставить таблицу. Посмотрим внимательно на таблицу в этом документе. В этой таблице 5 строк и неопределенное число столбцов. То есть, в шапке таблицы мы видим 6 столбцов, но в основном блоке таблицы столбцов больше. Поэтому для начала мы можем добавить таблицу, в которой будет 6 столбцов и 5 строк. И после этого уже разбить внутренние ячейки этой таблицы. Вернемся в наш документ и добавим таблицу. Обратитесь к верхней закладке «Вставка». Выберите «Таблица». Нам нужно 6 столбцов, 5 строк. Нажимаем здесь один раз левую кнопку мыши. Редактированием таблицы мы займемся позже. Сейчас можно установить курсор после таблицы. Нажать один раз клавишу Enter, чтобы оставить там пустую строку. И дальше напечатаем подпись документа. Снова обратимся к образцу. Чтобы посмотреть, как выполнена подпись документа, щелкните левой кнопкой мыши на любую из строчек подписи. Можно увидеть, что здесь применены два маркера табуляции. Маркер табуляции по центру расположенный на 4 см. И маркер табуляции по центру расположен на 12 см. Возвращаемся в наш документ и тоже можем установить эти маркеры табуляции. Выберем маркер табуляции по центру. Чтобы его установить на линейке, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши под числом 4 и под числом 12. Теперь наша задача набрать текст подписи. Нажмите клавишу Tab. Мы попадаем в первый столбец с текстом. Пишем директор. И снова нажмите клавишу Tab. Мы перейдем во второй столбец и можно снова напечатать директор. Это первое слово второго столбца с текстом. Далее нажимаем Enter для перехода на следующую строку. Снова Tab для попадания в первый столбец. Пишем Дома, Детского, Технического. Нажимаем Tab для перехода на следующую строчку. Здесь требуется Enter для перехода на следующую строчку. И снова Tab для попадания в первый столбец. Снова клавиша Tab для перехода во второй столбец. Теперь клавиша Enter. И чтобы отступить пустую строку, нужно еще раз нажать клавишу Enter. Клавиша Tab для попадания в первый столбец. И пишем первую фамилию. Клавиша Tab для перехода во второй столбец с текстом. Можно снова нажать клавишу Enter. Обратите внимание, что программа Word автоматически устанавливает заглавные буквы для первых слов в строчках. Чтобы это исправить, мы можем выделить этот текст и выбрать регистр Все строчные. Теперь нам осталось заполнить таблицу и отформатировать документ. Обратимся к образцу документа. Первую строку и первый столбец таблицы мы можем заполнить данными уже сейчас. Щелкните в первую ячейку таблицы и напишите месяц. Для перехода в другие ячейки можно использовать кнопки управления курсором. После того, как мы заполнили таблицу данными, можем разбить основную часть ячеек таблицы. Для этого нужно выделить все эти ячейки. Далее на закладке Макет найдите кнопку Разбить ячейки и щелкните по ней один раз левой кнопкой мыши. Обращаю ваше внимание, что мы можем применять разбиение ячеек для всего этого массива полностью только потому, что мы не меняли автоматическую ширину всех этих столбцов. Программа предлагает установить число столбцов 10. У нас было 5 столбцов, в каждом из них мы хотим установить 2 столбца, поэтому 10 нам подходит. Число строк 4 мы не меняем, можно нажать ОК. Снимите выделение с ячеек. Теперь можно сделать шире первую строку. Для этого наведите указатель мыши на нижнюю границу первой строки. Как только появляются двойные разнонаправленные стрелочки, нажмите левую кнопку мыши, держите и тащите мышку вниз. Теперь нам нужно выровнять по центру ячеек данные в первой строке. Для этого выделим первую строку и на закладке Макет выберем кнопку Выровнять по центру. Обратимся к образцу документа. Можно увидеть, что для таблицы установлены границы. Внешние границы для всей таблицы и границы для первой строки таблицы. Вернемся в документ и выполним это форматирование. Чтобы установить внешнюю границу для всей таблицы, нам нужно сначала выделить всю таблицу. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по маркеру выделения таблицы. Границы мы можем установить с помощью закладки Конструктор. Здесь в разделе Стиль пера можно оставить сплошную линию и выбрать другую толщину. Например, выберем 2,25 пункта. Цвет пера оставим черным и выберем внешние границы. Это можно сделать с помощью стрелки около кнопки границы. Щелкните по ней левой кнопкой мыши и выберите вариант внешние границы. Теперь можно снять выделение с таблицы. Чтобы установить границы для первой строки таблицы, нам нужно выделить эту строку. Тип и толщина пера у нас уже выбрана. Нам нужно всего лишь выбрать здесь вариант нижняя граница. Таким образом мы провели форматирование таблицы. Можем снова обратиться к образцу документа и посмотреть, что еще требуется для завершения работы. Шапка документа расположена в правом верхнем углу. Вернемся в наш документ и выполним это. Нужно выделить строчки с первой по пятую и установить для них отступ слева 11 см. Это можно сделать с помощью маркеров на линейке. Этот прямоугольник отвечает за отступ слева. Можно взяться за него левой кнопкой мыши и сдвинуть до 11 см. Мы установили отступ для этого текста. Для этих строчек установлен полуторный межстрочный интервал. Мы можем выделить эти строчки, вызвать меню абзац и установить межстрочный интервал полторы строки. Кроме того, для текста документа установлена красная строка. Это тоже можно сделать с помощью маркеров на линейке. Верхний маркер отвечает за отступ первой строки. Возьмите за него левой кнопкой мыши и сдвиньте на 1,25 см. Это стандартное значение отступа первой строки. Снова можем обратиться к образцу документа. Можно увидеть, что текст располагается по странице более равномерно. Это можно сделать с помощью пустых строк. Вернемся в наш документ и выполним. Установите курсор перед строчкой «20 марта» и нажмите два раза клавишу Enter. Далее установите курсор перед строчкой «Просим вас разрешить аренду» и тоже нажмите два раза клавишу Enter. Можно установить пустую строку между текстом документа и таблицей. Точно так же с помощью клавиши Enter. Если нам требуется опустить ниже подпись документа, можно установить курсор на пустую строку после таблицы и несколько раз нажать клавишу Enter. При желании можно снова выделить таблицу и слегка увеличить ее. Выполнение документа закончено. Можем сохранить этот документ в нашу рабочую папку. Для этого откройте кнопку «Офис». Выберите «Сохранить как» — «Документ Word». Имя файла — «Письмо». Слева выбираем «Рабочий стол». Здесь выбираем папку «Работа с текстом». «Сохранить». Теперь можем закрыть этот документ. Образец документа так же можно закрыть. В этом уроке мы рассмотрели пример создания документа с использованием таблиц. Продолжение следует false и придет ответить ответственность 최 Totally Rich and Deep